Обострился на этой неделе спор между Японией и Россией. Государства никак не могут договориться по Курильским островам. Из-за разногласий стороны уже 76 лет после окончания Второй мировой войны не могут подписать мирный договор и до сих пор находятся в состоянии войны, пусть и юридически. Почему новый премьер страны восходящего солнца занял жесткую позицию в этом противостоянии и как Россия намерена отстаивать свои интересы в Тихом океане в сюжете Буржана Валиева? В Курильскую систему входит более полусотни островов. Однако споры не утихают только вокруг четырех из них. В Японии острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабумаи называют северными территориями страны. Они же входят в Сахалинскую область Российской Федерации. Несмотря на небольшие размеры спорных земель, эти участки суши имеют важное экономическое и стратегическое значение. Кроме рыболовного промысла и выхода в Тихий океан, это и богатые запасы золота и нефти. Кроме того, на Итурупе обнаружены уникальные и крупнейшие залежи рения. Цена за килограмм этого редкого металла доходит до полутора тысяч долларов. Его используют для изготовления двигателей самолетов. Однако, кому по праву должны принадлежать такие богатства, является предметом безграничного спора. Изначально здесь проживали айны, которые впоследствии ассимилировали среди японцев. Первыми претендентами на острова стали голландцы, которые из-за отдаленности территории впоследствии отказались от владений и передали все карты исследователей японцам. Однако в конце 18 века юридически закрепила острова за Российской империей Екатерина II. Принадлежность Сахалина тогда оставалась неопределенной. В 1855 году этот остров стал совместным владением Японии и России, а Курилы поделили пополам. Однако уже через 20 лет стало понятно, что двоевластие порождает проблемы, поэтому Сахалин стал русским, а цепь островов полностью японской. В начале 20 века по итогам войны между странами японцам отошла еще и половина Сахалина. А уже после Второй мировой и капитуляции Японии все острова перешли под контроль СССР. В 1956 году страны подписали совместную декларацию, в которой Советский Союз соглашался вернуть Шикотан и Хабумаи с условием заключения мирного договора. В частности, Хрущев надеялся, что Япония станет нейтралитетом по аналогии со Швейцарией. Однако Токио подписал договор США, по которому американцы могут размещать на территории Японии свои военные базы. После этого Кремль наотрез отказался признавать наличие нерешенных территориальных вопросов, так как передача островов угрожает дальневосточным границам. В свою очередь Япония расширила свои претензии также на острова Итуруп и Кунашир. Снова ящик Пандоры открыл Горбачев в 1991. Тогда политик подписал еще одну декларацию с Японией, в которой все-таки признал наличие нерешенных территориальных споров. Теперь из года в год, что написано пером, в Москве пытаются вырубить топором. Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения. Мы неизменно исходим из того, что первоочередным шагом на данном направлении должно стать признание Японии итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая законность принадлежности островов Южной Курильской гряды России. Тем не менее, новый пример министра Японии Фумио Кисида допустил развитие потенциала японских войск для превентивных ударов по ракетным базам потенциальных противников. Ранее глава японского правительства заявил о суверенитете Токио над южными островами Курил. Поскольку обстановка безопасности вокруг страны становится все более и более напряженной, я буду решительно защищать нашу территорию, территориальные воды, воздушное пространство, а также жизни и имущества японцев. Фумио Кисида не первый премьер, который поднимает вопрос территории. Однако как-то продвинуться в этом споре не удалось никому. Тем не менее, японский премьер уже подтвердил намерение вести диалог в телефонном разговоре с Путиным. Кстати, российский президент уже был близок к созданию мирного договора. Однако тогда японские власти заморозили процесс из-за событий в Украине и ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявлял бывший японский премьер-министр Синзо Абе. Важно понимать, что оба государства при решении вопроса будут опираться и на собственные конституции. Последние поправки главного закона Российской Федерации запрещают отчуждать любые территории страны. В то же время в девятой статье японской конституции сказано, что народ на вечные времена отказывается от применения вооруженной силы для разрешения международных споров. Боржан Валиев специально для программы МИР.